Всем привет, с вами Александр и это модификация на тени Чернобыля Путь Человека, Шаг, Неизвестность, Дежавю. Пройди свой путь достойно. Из описания к моду. Прошел год спустя после великого выброса. Этот выброс спровоцировал сталкер по кличке Стрелок. Фидорович, бедолага, думал, что не переживет тот выброс. Однако он ошибся. Зона изменилась, стало больше, появились новые мутанты. В одной из ранних утр, в подвале, в деревне новичков, очнулся человек. По всей видимости, мы и есть этот человек. Да, мы меченый. Совершенно верно. Давайте посмотрим, что здесь изменилось. Тимоха-одиночка. Так, привет, привет, что ты глядишь на меня? Хреново выглядишь, парень. На кого, на кого таблеточку выпей, пей, не бойся. Давай, один хрен башка лопается. Да, восстановили мы часть здоровья. Еще пообщаемся с этим персонажем. Кто-то выглядит чуть лучше, чем я, усмехается. Я-то? Я Тимоха. А ты из грузовика смерти? Ух, повезло тебе, парниша, что жив остался. Получше тебе, выпить нету? Да вроде чутка полегчало. Ни хрена не помню, выпить? Нет, нету. Да и тебя, как от бочки с водяры несет. Чего пьешь? Горе какое, а ли так от скуки? Пью я водку. Отчего дело мое? Меня, конечно, здесь серьезно никто не воспринимает, подшучивает. Я же для них алкоголик. Ну и хрен на них, на всех. А ты меня, старика, послушай. Я много чего видел. Ты не думай, что я всю жизнь честную был таким убогим. И сейчас я живу, как мне нравится. Да и волноваться за меня некому. Один на свете я остался. Ну да ладно. Да ничего такого я и не думаю. Я и сам себя хрен помню. Где был, что случилось. Еще за других я буду думать. Да, действительно. Ты ей поверь, сынок. За других тебе придется думать. Ждет тебя долгий и опасный путь. Еще пару советов. Ты послушай. Сидор, лысая башка. Хитрый тип. Не доверяй ему особо. Волк и кулак. Парни, что надо. С кулаком мы иной раз посидим за рюмкой другой. Это зона, сынок. Береги патроны. Они здесь имеют особую ценность. Если что, заходи. Я всегда здесь. Спасибо тебе, Тимоха, за напустие. Но мне сначала нужно узнать, кто я, что я. А потом с остальным разберемся. Удачи. Так, еще давайте с ним пообщаемся. Так, привет. Извини, не хотел тебя ничем обидеть. Не нужно извиняться. Тем более, ты меня ничем не обидел. Прости за вопрос. А почему ты говорил, что остался один? Неужели совсем нет у тебя никого? Можно сказать, что я была жена и сын. Сын отправился в зону и он последовал за ним в зону. И он просит, как я понимаю, нас найти своего сына. Да, новое задание. Появляется отец и сын. Так, выйдем наружу. Что-то совсем темно здесь. Да, появляется задание зайти к Сидоровичу. Кстати, я не в курсе, что здесь изменил автор в этой модификации. И конкретно, чем она отличается от просто модификации Путь Человека. Шаг в неизвестность. Но здесь вроде что-то допилено. Изменники. Присутствуют какие-то правки в игре. Ёпть. Ну и погодка, блин. Да, сначала нужно зайти к Сидоровичу. Присутствуют правки в игре. Также автор пишет, что основной сюжет старой игры Тени Чернобыля они убрали. Ну как убрали. Все равно присутствует некое движение по сюжету должно присутствовать. Так, давайте посмотрим, что Сидорович нам расскажет. Приветствую тебя, Сидорович. Можешь объяснить, как я сюда попал? На плечах Рыжего из грузовика смерть. Он единственный. Я единственный, который выжил. Так, хорошо, он предлагает нас выпить. Это мы все помним. Помним. И спросим его, его проработу. Да, очередной квест, который мы уже выполняли ни раз, ни в одной модификации. Это квест на флешку. Он нанял двух сталкеров, растеряясь. Он говорит, что Толик шустрый, надо пообщаться с ними. Также, что нам Сидорович дает? Он нам дает пистолет Макарова и 40 патронов к нему. Ну, проветришься, заходи. Индикатор состояния... Да, шатает нас, потому что мы выпили, Сидорович. Индикатор состояния насыщенности в правом нижнем углу. Горит зеленым цветом. Я скушаю батон. Так, где у нас Толик? Толик отмечен здесь. Ну, рассказывай давай. Я хотел спросить про флешку, которую ты Сидоровичу не донес. Он отказывается с нами беседовать и просит нас пройти к шустрому. Хорошо. Забыл я пообщаться с Кулаком. Сообщение было на ПДА. Надеюсь, это будет не квест на часы. Так, нужна тебе помощь. Хочешь подсобить. Хорошо, я был уже у Сидоровича. Так, Серега Кулак. Будем знакомы. Да, я не против подработать. Да, он говорит, что потерял часы в яме с аномалиями. Хорошо, я согласен. За хороший ствол. До встречи. Как я понимаю, эта яма находится вот там, за пригорком. Пока я туда не пойду. Сейчас я схожу пообщаюсь с Шустром. Посмотрим, что интересного нам скажет. Слушаю тебя. Так, можешь поговорить. Ищи с Кунца, найдешь его, найдешь флешку. Вот ты славненько. В деревне новичков есть пару тайников. Поищи, они тебе пригодятся. Да, здесь действительно есть тайники. Это написано непосредственно. Сам автор написал, что есть тайники, которые помогут нам. Наш путь будет лежать на ТРП. Так, что за артефакты взял? Слизь. Кровотечение минус 67%. Отличный артефакт для начала игры. И еще один тайник. Я нашел его на дереве. Аккуратно. Отлично. Дробь и граната. Так, и что? Нам предстоит бежать на ТРП. Искать флешку на ТРП будут бандиты. То есть, это стандартная перестрелка. Стандартная перестрелка из тени Чернобыля. Я думаю, на этом завершить серию. Ссылка на скачивание мода будет в описании. Я посмотрю вперед. Если это будет интересно, тогда я продолжу проходить эту модификацию вместе с вами. С вами был Александр. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.